Что же такое любовь? Как-то собрался Конгресс, чтобы именно это и выяснить. Председатель говорит, на мой взгляд, любовь – это болезнь, которая требует постельного лечения. Встает врач и говорит, ну извините, какая же это болезнь, когда дотрачивается такое огромное количество энергии? Это работа. Встает инженер и говорит, какая работа, когда главный член простаивает? Это процесс. Встает прокурор и говорит, извините, какой же это процесс, когда один дает, а другой берет? Вперед. Это взятка. Встает адвокат и говорит, нет уж, позвольте. Какая же это взятка, когда обе стороны удовлетворены? Это искусство. Встает артист и говорит, ну здравствуйте. Какое же это искусство, когда нету зрителей? Это наука. Встает профессор и говорит, ну что вы. Какая же это наука, когда самый последний студент может, а я нет? Это сделка. Встает еврей и говорит, ну таки здравствуйте. Какая же это сделка, когда вкладываешь больше, а вынимаешь меньше? это обман. Доподлинно известно, что у любви бывают четыре стадии развития. Нет. Никогда. Не здесь. Не туда. Вот знаете, мой папа, доктор Щеглов, утверждает, что в мире существует три самых популярных позы занятий с сексом. На первом месте поза, когда женщина лежит на спине, а мужчина лежит на ней. На втором месте поза, когда мужчина лежит на боку, и женщина тоже лежит на боку. На третьем месте поза, когда мужчина лежит на боку, мужчина тоже лежит на боку, а женщина по боку. Действительно, когда мне было 20 лет, я четко представлял для себя, что секс бывает оральный, анальный и, собственно говоря, банальный. Но вот, подойдя к рубежу в 30 лет, я стал понимать, что секс на самом деле бывает секс как таковой, секс по телефону и секс по барабану. Но совершенно другую ипостасть сексуальных взаимоотношений полов представляет супружеский секс. Все в семейной жизни притирается, еда приедается, жена приебывается. Вот знаете, народная мудрость утверждает, что женщина любит ушами, а мужчина любит глазами. То есть, если он ей ебанет в ухо, а она ему в глаз, то с любовью сразу же будет покончено. Вообще, в супружеском сексе прослеживаются три стадии развития. Самая низшая стадия – это секс домашний, когда молодые только что поженились и ебутся по всему дому, где они попали – на полу, на стенах и даже на потолке. Уже через пять лет наступает следующая ступень супружеского секса – секс кроватный, когда супруги ебутся уже только в постели. И еще через десять лет наступает высшая ипостасть супружеского секса – секс коридорный, когда супруги каждое утро выходят из разных комнат, встречаются в коридоре и глядят друг другу в честные глаза и говорят – fuck you, желая вам от всей души не дожить до этой романтической стали развития ваших супружеских взаимоотношений. Мировой опыт подсказывает, что женщина для того, чтобы не надоесть мужчине, меняет наряды, а мужчина для того, чтобы не надоесть женщине, меняет женщин. Как-то молоденькая девушка обращается к своей маме и говорит «Мама, я завтра выхожу замуж. Что ты посоветуешь мне для того, чтобы я никогда не надоела своему дорогому и любимому мужу?» Так говорит дорогушенька. Мужчины любят, чтобы в каждой женщине была какая-то загадка. Поэтому полностью никогда не раздевайся. И ты всегда будешь желанна для своего супруга. Проходит два года. Муж обращается к своей благоверной и говорит «Дорогая, скажи, пожалуйста, а у вас в роду нормальных не было?» Она говорит «Нет, а почему ты спрашиваешь?» Он говорит «Блядь, два года с тобой живем и ты все время ложишься спать в сапогах». Вы знаете, я считаю, что мужчины практически всех народов мира имеют и жену и любовницу. Вот англичанин имеет и жену и любовницу, любит только жену. Американец имеет и жену и любовницу, любит только любовницу. Француз имеет и жену и любовницу, любит и жену и любовницу. Русский имеет и жену и любовницу, но любит почему-то только водку. Еврей имеет и жену и любовницу, но любит только свою еврейскую мамочку. Вот встречаются как-то две подруги, одна другой жалуется на жизнь и говорит «Слушай, мой муж просто какой-то поц. Что бы я ни сделала, он все время думает о своей маме». Он так и говорит «Мама бы так не сделала, мама бы так не приготовила, мама бы так не подумала, наконец». Вторую учат, говорит «Ну ты, блядь, дура, ты купи себе сексуально нижнее белье, пускай муж ебет тебя и нахуй думает забыть про свою маму». Та так и сделала. Купил себе черные чулочки, черные трусики, черный лифчик, черный пеньюар. Стоит в дверях, ждет благоверного. Тот открывает дверь и говорит «Сара, ты почему сейчас в черном? С мамой что-то случилось?» Да, действительно, на любую проблему бывают кардинально противоположные точки зрения.